На прошлой неделе приезжало пару человек ко мне в гости с одним вопросом о не открыть ли нам представительство логистической компании, а не логисты, в Котке. Почему, как, зачем? Говорят, боимся мы теперь как-то вот всех последних событий в России и хотим подстраховаться и сделать некую еще дополнительную базу представительства в Европе. Ну а так как некие грузы через Котку уйдут, то логично сделать представительство именно в Котке. Я уже пятый раз повторяю основы экономической, экономические основы открытия офиса представительства в Котке, поэтому я решил теперь сделать вот такое вот буквально на три минуты с основными цифрами для того, чтобы, по крайней мере, не повторять это уже сотый раз, когда будут люди приезжать еще раз. В двух словах, значит, открытие фирмы в Котке стоит, в общем-то, копейки, там, 300-400 евро, занимает это две недели, и проблем, в общем-то, никаких, никаких нет вообще. Значит, из вложений, ну, реально, если даже у человека, которого потом наймете, есть компьютер и телефон, то вложений, в общем-то, первоначальных нет вообще. Вам надо будет снять офис, а можете обходиться и без офиса, работая в квартире в какой-либо для начала. Значит, средней руки офис в Котке стоит около 500 евро в месяц. И второй тяжелый груз на ваших плечах – это зарплата сотрудника хотя бы одного. Значит, зарплата сотрудника в Котке порядка 2000 евро, и плюс еще фирма будет платить за него социалку и остальные пенсионные там и так далее отчисления – это еще тысяча. Итого человек вам будет обходиться в трешку, в 3000 евро в месяц. На это надо, в общем-то, закладываться однозначно. После этого у нас есть текущие расходы, как мобильная связь, она копейки стоит. Это где-то 30 евро без лимит, полный без лимит. Причем даже по балтийским странам, почти по всей Европе 30 евро телефон. Ну, электричество тоже, в общем-то, копейки – 50 евро в месяц. Туда надо добавить бухгалтера. Если, в принципе, у вас один человек и достаточно небольшой объем работы, то это где-то 200 евро в месяц. В принципе, можно на 150 попробовать найти. В принципе, ну, транспорт еще вам понадобится. Но это тоже, в общем-то, у меня на бензин уходит в месяц, наверное, евро 150 максимум. Это вот касается всех расходов. Если мы просуммируем, то это порядка 4-4-500 евро в месяц. Это расходы фирмы и состоящие из одного человека. А теперь доходы. Если у вас есть от 20 контейнеров в месяц через Котку, то, в принципе, ваши расходы будут покрываться доходами. В среднем по контейнеру мы имеем в Котке прибыль 200 евро. Соответственно, если у вас 20 контейнеров, то это 4000 евро. В принципе, 20 контейнеров покрывают себестоимость существования фирмы в Котке. Ну, а дальше начинаются уже фантазии, и дальше начинается бизнесостроительство. Если вы привлечете больше контейнеров, то получите больше прибыль. Если вы найдете еще способы, как то, например, сборные грузы, или складская работа, или авиагрузы, то, конечно же, вы уходите в плюс. И дальше можно уже думать о том, что нанять еще одного человека. Ну, вот, в принципе, в двух словах.